Добрый день! Я справляю Новый год в Черногории. И мы планируем с Центром дистанционного обучения Вектора Роста новую программу на январь, которая будет достаточно серьезной и интенсивной. И она будет посвящена теме, которая на самом деле обычно проходится в индивидуальном порядке. Это коучинг по достижению целей. Однако мы постараемся абстрагировать некоторые принципы, по которым строится коучинг, для того, чтобы вы могли использовать их для так называемого селф-коучинга. То есть мы не будем рассматривать конкретику, мы будем рассматривать именно те параметры, по которым коучинг проводится. Я хочу подчеркнуть основное отличие между работой с психологом и работой с коучем. Психолога волнует больше всего состояние. То есть он помогает вам чувствовать себя хорошо. И для этого могут модифицироваться какие-то ситуации, меняться даже цели. И таким образом, если вам стало лучше, это успех вашей работы с психологом. С коучем все обстоит несколько иначе, поскольку основная мотивация работы с коучем – это не самочувствие, а достижение поставленных целей. Или даже, прежде всего, их выявление. Поэтому работа с коучем может быть и напряженной, и тяжелой, и даже болезненной местами. То есть коуча волнует не столько ваше состояние, его волнует, достигнете ли вы своей цели. И поэтому методы могут зачастую применяться даже достаточно жесткие. И вот эта разница в приоритетах между самочувствием и целью, она может и вами самими где-то подмечаться и выбираться, когда вы определяете, чем вы собираетесь заниматься, что же для вас важнее, как вы себя чувствуете, или те вершины, которые вы берете или не берете. И как раз январский наш мастер-класс из пяти вебинаров будет посвящен второй ситуации, когда вы ставите в приоритете цели. То есть то, чего вам нужно добиться. Поэтому мы будем делить нашу работу на несколько этапов, так же, как это происходит и при индивидуальном поученке, и говорить об основных параметрах, по которым вы это делаете. То есть прежде всего сама постановка цели, отделение целей от желаний, наносных каких-то хотелок, чтобы вы понимали, что вы действительно не зря тратите время, и эта цель для вас действительно имеет смысл, какое-то изначение, по крайней мере, на данном этапе. Далее мы определяем зону контроля и спонтанности, потому что есть вещи, которые вы, в принципе, можете простроить, продумать и таким образом создать ситуацию, в которой вы получите то, что хотите, добьетесь того положения, которого хотите. И есть вещи, которые от нас, в общем-то, никак не зависят. Они относятся к так называемому или везению, или чуть ли не Божьей милости. И мы не можем их, собственно, контролировать и выстраивать, но мы можем модифицировать собственное состояние сознания таким образом, чтобы мы эти ситуации могли принимать, были к ним открыты. И вот эта граница между контролем и спонтанностью, она тоже будет нами прорабатываться на следующем одном или двух вебинарах. И уже далее мы перейдем к методике мотивирования, поскольку у вас не будет живого куча, который будет вас заставлять чуть ли не звонить по утрам, да, и говорить, делай то, сделай это, а вечером спрашивать, как сделали или нет. И вот понимая, что вас спросят, да, вы, скорее всего, будете делать. Когда этого нет, вам нужно будет выработать некоторую шкалу по методу кнута и пряника, да, то есть что вы себе будете дополнительно в качестве призов выдавать или запрещать, если вы что-то сделаете или не сделаете. Это периодически используется даже и в психологии, но тем не менее, опять-таки, как выработать такую систему, она у каждого будет своя, поскольку на кого-то какие-то угрозы или поощрения действуют, а кому-то они совершенно безразличны, работать они не будут. Поэтому мы будем, опять-таки, выделять здесь принципы построения таких систем, но уже конкретику вы будете подбирать самостоятельно. И, наконец, собственно, оценка результатов и переход от программы минимума к программе максимум, она тоже здесь ложится на ваши плечи, поскольку достигли вы цели или не достигли, то есть что здесь принимать за успех. Иногда это однозначно, а иногда люди разочаровываются какими-то промежуточными успехами, хотя, в принципе, то, чего они добились, может быть какой-то ступенькой к последующим уже шагам и, опять-таки, следующим достижениям. И умение оценивать результаты так, чтобы они в любом случае котировались как результаты, чтобы вы могли в любом случае воспользоваться своими наработками и понимали, как дальше уже с их помощью двигаться. Это еще одно искусство в данной науке. Конечно, у нас будет обратная связь, то есть вы сколько-то можете задавать и личные вопросы, и по содержанию непосредственно в чате или в личных сообщениях. То есть что-то я буду включать и чисто индивидуально. Но основная работа, конечно, по коучингу проводится именно один на один. Поэтому мы делаем этот мастер-класс еще и с перспективой на то, что все-таки если у вас не получится самим разобраться, вы сможете это сделать более интенсивно уже в личной работе со мной как коучинг. И здесь, конечно, будет разница и в регламенте, то есть распределении по времени, где групповая она фиксирована, а индивидуальная может быть подобрана под ваш график и ваш ритм, насколько быстро вы способны справляться с теми или иными задачами. Ну и, конечно, индивидуальная работа всегда дороже в несколько раз, как минимум. Поэтому это тоже имеет какой-то смысл при выборе того или иного формата. Однако и результаты, конечно, вы получаете более ясный и отчетливый. То есть вы получаете ответы конкретно на свои вопросы, решаете конкретно свои задачи, а не рассуждаете о задачах вообще. И, конечно, для любого современного человека это имеет большую ценность. Это будет где-то вторая половина января. Мы пока не определились с числами, с вектором роста. Однако это будет действительно где-то уже в январе, но не в самых первых числах, поскольку как раз первую половину, когда будут праздники, я отвожу для нескольких сессий для личного коучинга. Там будет всего 2-3 человека в коучинге у меня. Вот, собственно, уже понятно, кто это. На самом деле я не буду озвучивать. И когда как раз все отдохнут после праздников, а праздники, как известно, это достаточно энергорасточительное занятие, то есть когда все войдут в рабочий ритм и смогут действительно функционировать уже более оптимально. И как раз я тоже освобожусь от своего личного коучинга. Вот где-то во второй половине января мы и запустим эту программу. Следите за датами, анонсами на векторе росте и на моей стене. И я надеюсь, что это будет достаточно продуктивная программа. Она в таком формате будет проводиться впервые. Надо сказать, наши предыдущие мастер-классы были более тренингового такого типа. То есть здесь это опять-таки практика, это тренинг, но я сдвигаю больше границу на селф-тренинг. То есть у вас будет задача поменять основные принципы на конкретные действия. То есть вам нужно будет понять, что соответствует тем или иным абстрактным параметрам в вашей конкретной ситуации и сделать конкретные действия уже самостоятельно. Это непростая работа, но она очень интересная, и я надеюсь, что мы с ней справимся. Итак, спасибо за внимание. У нас прекрасная погода на Адриатическом море. Скорый Новый год, отличное настроение. И я желаю вам всего хорошего в новом году. Спасибо за внимание и до встречи на мастер-классе.